Есть машины, которые мне не нравятся. Вот, к примеру, Q5 и Q7. Я просто люблю Audi 100 и 200 и реинкарнации, A6 и A8, а также шильдики S. К слову, я люблю 520 и 700 бумеры. Но не все. Большая моя радость до 95 года. Это пятерки и семерки до 97. Последние тоже крутые, но совершение пластика и металла, ну, как-то занимает у меня в вопросе. Из Мерсов 126 все и 126 S-класс. Это мое правило. ЦРС первые. Геленваген, естественно. Зачем вы хотите переплюнуть классику, я не понимаю. Но это мое право. К слову о том, что я люблю машины из металла, а не помесь пластмассы с железом. Как я вам уже говорил. Но металл-то хоть ремонтируется, а пластмасса высыхает. То бишь, дайте мне денег на новое авто. Я его продам и куплю себе за ту сумму А6 или бумера семерку. 124-е, может быть, и Гэшку на 20-летку хватит. Я не говорю об Америкосах. Это моя радость и моя страсть. Особенно после Кубы. Там машины от 60-х годов. Да это просто прелесть какая-то. Теперь вернувшись к Ку. Давайте сравним его с Г-классом. Автомат есть и там, и там. Гидровый селитель, естественно. Полный пакет электроники. Тоже кондер есть. Цена 500 тысяч рублей и 4,5 миллиона. Ну, как-то есть о чем подумать. Вложив сотню в Гелико, вы просто будете балдеть от него. Да мало того, он вас еще и на тот свет, иной спокойно доехал. Лет 40 отнесет. А вот с Кушкой вряд ли. В данном случае я вижу, что все это понты кривые. Явные понты. Кушкой вряд ли. 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 Кушкой вряд ли.